блендер 281 давайте сделаем футбольный матч для армии мэн пусть поиграют как это все будет поехали рассматривать так дэвид удаляем следом камеру и свет можно именно отключить жмем сочетание клавиш shift нажимаем сфера вот она теперь открываем окошко вот это и понижаем до единицы добавляем так new ставим белый и добавляем еще один материал будет черный следом заходим табуляцию edit mode control-b делаем вот такую ступенцию так теперь ставим вертексы вот эти и ставим прибавляем вот этот объем назначаем так вот этот материал делаем перепрыгнули делаем черный и применяем его так смотрим что получилось вот теперь мяч нормально выглядит теперь заходим нажимаем полигон и нажимаем сэрик сэрик дал заходим теперь в пейсы находим экструд и вот так все это дело разлетается ставим ноль теперь жмем control и и вот вы видите что выделены вот эти ребра давайте теперь сделаем x английскую и удалим пейсы заходим теперь жмем select all жмем сочетание клавиш control t вот так все подразделяется теперь заходим находим сабдивизии и прибавляем сабдивизии теперь жмем select all и находим mesh transform находим to сфер и прибавляем вот в этом окошке именно вот так округление теперь табуляция и заходим в облик нот находим shader smooth заходим теперь в модификаторы находим модификатор solidify и получается у нас вот такой вот футбольный мяч так мяч есть теперь нужно сделать поле shift a нажимаем mesh нажимаем план и теперь все это дело с английское вытягиваем добавляем материал именно текстура так и match текстура и подгрузим какой нибудь скаченный именно стадион поле так вот такой стадион теперь его нужно подкорректировать растянуть мяч пока можно отключить смотрим семерка на нампаде немножко еще вот так вот поровнее и добавим еще shift a еще один меш еще один план делаем с теперь растягиваем его побольше опускаем его немножко пониже и добавляем опять же текстуру и мяч текстуру только теперь добавим песок как в прошлых роликах это будет пустыня вот так вот теперь нужно добавить ворота это все отключим пока единица на нампаде shift a на находим mesh находим цилиндр делаем ему английскую с щелчок вытягиваем вот так вот стойку с ну еще вытягиваем а теперь shift a копируем щелчок вытягиваем вот сюда shift a щелчок перекручиваем это все ровнее делаем и подставляем к верху ну вот где то в таком духе так смотрим чтобы стойка нормально легла единица на нампаде выбираем эту стойку поправляем и выбираем эту стойку тоже поправляем чуть-чуть к верху можно их поподнять вот так теперь все это дело select box через shift выделяем все стойки и делаем control j вот такая получилась рама теперь добавляем shift a добавляем mesh cube единица на нампаде транспоз ставим посередине с английская прибавляем и транспозом все это дело вытягиваем вот так вот отводим назад немножко плюс ним ну вот уже прикольно теперь табуляция заходим в режим редактирования ставим на вершины находим одну вершину и решить вторую тройка на нампаде английская g припускаем вот такая получается сетка теперь нужно нам полигоны делит это фейсы и нижний полигон делит фейсы так добавляем сразу английская а сабдивизии пусть сетка будет покрупнее чтоб смотрелось лучше и добавим материал так ну давайте сетка пусть будет синяя так теперь модификатор добавим децимейт табуляция смотрим на рентген добавляем UV сабдивизии прибавляем пошла какая-то ломка control так это значит удалим пока зайдем в табуляцию и попробуем еще тогда подразделить вот так еще табуляция заходим опять ставим децимейт юнт сабдивизии и единичку вот так вот такая будет сетка что-то ее все равно ломает еще надо подразделить хотелось конечно сделать ее покрупнее ну что поделать теперь заходим жмем в фрейм получается вот такая у нас сетка ну ничего прикольно так теперь вот этой стойке тоже добавим материал пусть будет а пусть белые будут белые ворота так теперь план 1 смотрим объединяем теперь ворота и так убираем ворота так убираем ворота ctrl z и через шиф сетку делаем ctrl j объединяем все это в одно делаем английскую s семерка на нампаде английская r ну и подгоним их вот сюда вот так вот смотрим что да как английская s немножко сплю с ним и опустим так вот ворота уже есть давайте их семерка на нампаде shift d перетащим вот сюда и развернем так с воротами понятно и мяч присутствует делаем ему s уменьшаем поднимаем еще немножко s не знаю будет его видно на анимации нет и добавляем вот этому мячу кость добавляем арматуру сингл бон теперь g переносим сингл бон ставим видимость во вьюпорте спереди жмем s семерка на нампаде все чтобы вот именно в мяче косточка была и соединяем косточку и вот мяч именно c c c c c c все теперь можно делать анимацию мячу и давайте добавим гавриков так гаврики это смексама импорт pbx можно самому конечно делать ну у кого есть время так сначала добавляем вратаря смотрим что да как вратарь что жмем теперь с ставим его побольше где-то вот так вот так смотрим кто это у нас вообще так это у нас вратарь вратаря ставим 7 на ворота так сначала давайте ему так давайте сначала G перетянем его к воротам и R английской развернём выбираем его и нажимаем на материал сделаем материал ну пускай будет желтый типа противник а футболиста сделаем зелёным ну дружеский такой мяч дружеский матч будет так и опять же файл опять же импорт fbx только теперь уже футболиста прибавляем футболисту размеры добавляем ему так сначала семерка развернём вверх английский так и добавим ему материал зеленый новый материал так тут есть нету потом материал зеленый так так теперь мяч выделяем косточку и выделяем мяч и жмем английскую с делаем его поменьше вот так вот теперь нужно поймать именно вот эту анимацию каждого сначала смотрим вот анимацию от этого футболиста вот он разбегается ловим его ногу вот так вот выбираем косточку выбираем мяч и вот к этой ноге подставляем g именно мяч вот так и вот отсюда 78 кадра уже можно анимировать мяч заходим как выбираем выбираем сначала вот это вот вратаря вот этого и немножко ему передвинем всю анимацию вот так на 78 кадре вот таким вот образом вот вот сюда должен попасть мяч теперь находим мяч косточку заходим осмот опять выбираем косточку и вот на 78 вот этом кадре делаем а и блок рот описываем теперь немножко передвигаем и вот здесь уже мяч должен g лететь а и блок рот дальше передвигаем кадр и жмем g а и блок рот ну и теперь приближаемся к этому футболисту вратарю и жмем вот так вот g жмем вот так вот ему так передвиг передвинуть забыл кадр вот так вот g подставляем ему именно мяч а и лок рот все выходим из режима редактирования позы находим теперь вот этого как это вот как это все дело работает ну вот теперь тут мяч тоже нужно подправлять чтобы он нормально у него в руках находился а и так пардон выделяем косточку опять посмотрите и и лок рот что еще получается вот он встает и джи мяч у него тут пусть будет нужно еще именно руки разъединять чтобы мал мал мяч попал ну пусть в груди вот так вот будет типа поймал а и лок рот вот выходим из режима редактирования позы тут он вот еще встает по идее с мячом должен встать вот теперь нужно опять подгонять и так далее поза джи мяч поменьше надо было сделать есть неудобство конечно анатомию переделывать надо косточки полностью ну и а и лок рот так теперь смотрим вот этого гаврика колесиком можно покадровку так размотать и кости можно поставить допустим видимость костей и вот эти косточки можно ну допустим руку выбираем заходим посмот джи вот можно и вертеть вот эту джи можно тоже перекручивать и перепрописываем а и лок рот вот такая штука вот теперь можно зайти на мяч посмот и вот сюда его тюхать и лок рот вот ну словом получается вот такой вот процесс объект мод вертаем назад вот он сейчас ударит мяч полетел нужно и подгадывать вот мяч пойман вот такая штука и вот так все это дело здесь выглядит ну а следом уже настройка камеры где тут настройка света и камеры выбираем камеру семерка на нампаде джи подставляем опускаем джи находим нужный уровень угол вот это надо еще 0 на нампаде английская с камеру сделать побольше джи чуть-чуть отвести 0 на нампаде чтобы все было захвачено ну вот такой вот будет ракурс заходим заходим теперь вот в эту функцию и нужно свет выставить чтобы мал мал все это дело светило выбираем лифт именно свет находим солнце ставим солнце где-то 4000 ну вот уже по-божески ну а тут уже надо угол солнце поменять чтобы нормально светило джи вот можно перенести и эр вот тень появляется так вот освещенность лучше в зените 0 на нампаде ну вот такая вот картинка как все это дело теперь записать заходим вот в эту функцию находим output вывод tmp находим десктоп ацеп прописываем и находим формат mpeg видео или avi вот ставим и потом следом уже заходим в рендер и жмем рендер анимации ну вот такой вот ролик вот так все это дело здесь происходит с миксома вот этими ригами все всем пока пока